В пустой области нажимаешь правой кнопкой мыши. А для тебя я подготовил вот этот рельсотрон. Теперь нам надо отделить одну сторону от другой. Посмотри, как выглядит прикольно. Эй, здорово, дружище, с тобой Серёга Сайбербанана. И мы сегодня замутим тебе охренительный профиль Steam. Недавно выкладывал ролик, как это сделать без программ, но я вижу, что тебе что-то нужно большее, поэтому сегодня пройдёмся по фотошопу, по авторэффекту, пройдёмся по мельчайшим подробностям каждой из программ и замутим тебе просто пушечный профиль. Готов? Присаживайся поудобнее, я начинаю. А победителем на вот этот вот юспик с прошлого ролика становится, нажимая кнопочку старт, барабанная дробь, как обычно здесь чаша, мешая, вытаскиваю, и у нас победителем становится св-эксе. Привет, Серёга! Окей, здорово, дружище, ну что? Напиши мне вконтакте и подтверди, что это твой ютуб аккаунт, и я тебе этот юс передам. А для тебя я подготовил вот этот рельсотрон. Ты посмотри, какие царские наклейки, стат-трек, всё, что нужно сделать, это подписаться, поставить лайк, написать любой комментарий и пригласить одного друга ко мне на канал. И уже в понедельник, да-да, дружище, в этот понедельник подведём итоги. А мы начинаем смотреть, как сделать царские профисти. Для простоты разбил видео на три части. Первая часть, это я тебя познакомлю с программами, в которых мы будем работать, и немножко сразу поработаем в фотошопе, после чего во второй части я расскажу, как уже добавить картинку в After Effects, и уже добавим эффекты там. И третья часть, это как мы добавим твою картинку уже в твой профиль Steam. Окей, поехали. Первая часть. Программы, с которыми мы будем работать, это After Effects, Photoshop, также архив, который там сверху видишь, я тебе оставлю ссылочку в описании. И вдобавок ещё сайт под названием steam.design. Здесь мы будем выбирать для тебя бэкграунд. Давай представим такую картину, что Photoshop и After Effects у тебя уже есть. Если нет, дружище, на просторах интернета целая куча мест, где их можно скачать. После чего ты уже скачаешь также мой архив и разархивируешь его. Дальше тебе нужно установить Cyber Installer. Это плагин для After Effects, как раз делать вот эти всякие красивые штуки для твоего профиля. И следующее, это рамка Steam. Она предназначена как раз в фотошопе, мы будем сейчас вставлять бэкграунд. Теперь залетаем на сайт steam.design и выбираем себе тот бэкграунд, который тебе нравится. У меня лично вот такой есть, уже купленный. И я просто нажимаю Download Image. Если вдруг у тебя еще никакой не куплен, и ты не знаешь, как это сделать, рассказывай, выбираешь себе, допустим, здесь, любой, который тебе нужен. Сейчас я это закрою. Какой тебе нужен бэкграунд? Допустим, к примеру, вот. О, вот этот крутой, мне нравится. Нажимаешь Get This Background. После чего тебе отправляют на торговую площадку, где ты можешь купить этот бэкграунд. Вот он стоит буквально 4 рубля. Его покупаешь и все. После чего нажимаешь Download Image. То есть задний фон у тебя есть, а передний фон у тебя скачается. Вот аватарочка и вот эти две фотографии. А чтобы добавить свой фон, который у тебя уже есть, например, как у меня, заходишь к себе в инвентарь, после чего нажимаешь Steam, дальше находишь свой бэкграунд и нажимаешь Показать в полном размере. Теперь копируешь вот эту ссылку и вставляешь ее сюда. И нажимаешь Change Background. Естественно, у меня ничего не изменилось, потому что, вот, например, сейчас поменяю, теперь Change Background, и вот попадается именно мой бэкграунд, который я хотел. Также, как я уже говорил, нажимаешь Download Image, и он у тебя появляется уже на рабочем столе. Вот я его разархивировал, и вот те самые три картинки, которые нам нужны. На самом деле, нам нужны только две. Окей, поехали теперь в Photoshop, и я покажу, как дальше это работает. Заходим в красивый профиль, папку, нажимаем правой кнопкой мыши по рамке Steam и открыть с помощью Adobe Photoshop. Если у тебя так нельзя открыть, просто заходи в Adobe Photoshop, и там через открыть добавляй просто эту картинку. Картинка добавлена, и теперь, дружище, нам все, что нужно делать, это добавить на первую и вторую сторону те картинки, которые мы скачали с Steam дизайна. Нажимаем открыть, после чего находим именно рабочий стол. В рабочем столе находим именно вот эти картинки, и добавляем одну и вторую через Shift открыть. Изначально возьмем первую, нажимаешь на вот это перекрестие, тащишь сюда и также сюда, и она автоматически у тебя подстроится. Подстроилось раз, и также делаем со второй картинкой, подставляем ее сюда, подставляем аккуратненько два. Теперь добавляем любую картинку, которая тебе интересна. Я добавлю свой логотип. Добавлял точно так же, через файл открыть, после чего я просто беру и перетягиваю на то место, где мы будем работать. Через Shift уменьшаю размер, чтобы более было комфортно. Вот, у нас примерно серединка, но я чуть-чуть отправлю даже ее немножко правее. Окей, готово. Теперь нажимаем файл, сохранить как, и нажимаем Steam к RAM, только уже выбираем формат PNG, и пусть сохранится туда же, где и был рамка Steam PNG. Сохранить, заменить. Конечно, нам зеленый фон больше уже не нужен. Сохраняем. Окей. Вот и первая часть готова. Теперь идем в After Effects. Тут я торопиться не буду, расскажу каждой тонкости этой программы. Нажимаешь на проект, после чего левой кнопкой мыши два раза. Дальше выбираешь картинку, с которой ты будешь работать, нажимаешь Import, после чего берешь ее и перетягиваешь вниз. Сразу же тут, в пустой области, нажимаешь правой кнопкой мыши, создать и добавляешь корректирующий слой. И теперь по вот этому корректирующему слову мы будем работать. А именно, мы берем перо и обводим то, что будет у нас светиться. Я это сразу видео ускорю, чтобы тебе не казалось, что слишком затянуто. Отлично, готово. Теперь, где корректирующий слой, режим нормальный, надо выбрать Добавить. Если у тебя нет этого режима, снизу есть переключатели режимов. То есть у тебя может быть вот так. Нажимаешь Переключить, и появляется режим. Нажимаешь Добавить. Теперь, нажимаешь вот эти две галочки вбок. Находишь эффекты, чтобы стояла галочка. И эффекты и шаблоны появляются здесь. Пишешь следующим. Сабер. Это тот именно плагин, который я изначально говорил тебе установить, перед тем, как мы начали работу. Он в архиве у меня есть. Тащишь его именно на корректирующий слой. Готово. И посмотри, какая-то полоса. Не кайфовая. Но нужно теперь нажать Customize Core, и выбрать Layer Mask. Уже лучше. И теперь нам нужно выбрать пресет, который нам нужен. А именно, я люблю Electric. И выглядит уже классно. Покопавшись в пресетах, я понял, именно Core самый подходящий для меня пресет. Посмотри, как выглядит идеально, да? Немножко я тут ползунки подкрутил, но это не важно, ты сам по себе поделай. И если вдруг у тебя получается реально что-то годное, сними в Instagram истории и отметь меня. Я хочу заценить, что у тебя получается. Когда ты понял, что твоя анимация готова, осталось теперь урезать кадры. Я это сделал примерно на 2 секунды, после чего нажал Ctrl-M и нажал Rendering. У меня рамка сохранилась. Давай посмотрим, как это выглядит. Выглядит отлично. Теперь нажимаем правой кнопкой мыши на него, открыть с помощью и Adobe Photoshop. Залетаем уже в Photoshop. Теперь нам надо отделить одну сторону от другой, то есть сделать две картинки. Выбираем Кадрировать. Выбираюсь, родной. Теперь приближаем, и чтобы более четно, давай пойдем наверх, там более лучше видно. Выделяем. Так. Вот, картинка практически готова. Вот она. Ровно по пикселям сделали и нажимаем ОК. И вот у нас картинка появилась. Проверяем еще раз. Работает здорово. Теперь файл Экспортировать и сохранить для веб. Смотрим, сколько весит. Весит гифка 1 мегабайт. Отлично! То есть, если у тебя весит больше, чем 8 мегабайт, это означает, тебе нужно как-то урезать качество. А как урезать, прекрасно знаешь. Находишь онлайн-конвертер, также через AVI урезаешь, и после чего уже добавляешь также сюда в Photoshop. Понял? Окей. Мы здесь это сохраняем. Сохранить. И нажмем рамка. Нет, давай мы, знаешь, куда. На рабочий стол. Рамка 1 напишем, чтобы понятно было, что это большая. А рамка 2 будет у нас маленькая. Окей. Теперь Ctrl-Z. Нажимаешь, тебя возвращает обратно. Ctrl-Alt-Z, точнее. Тебя возвращает обратно. И теперь вторую рамку мы также выделяем. Раз. Два. И осталось только по пикселям подвести. Готово. Сейчас внизу проверю, все ли хорошо. Да, все отлично. Также нажимаем Enter, а точнее вот эту галочку. И ее точно так же сохраняем. Экспортировать. Сохранить как веб, старая версия. У меня почему-то старая написана. 37 кг. Вообще отлично. Сохраняем и нажимаем также на рабочем столе рамка 2. Готово. Все. Это можешь закрывать, не сохранять. Итак, смотрим, что у нас получилось. Рамка 1. Работает. Рамка 2. Ну, соответственно, тоже работает. Отлично. Теперь приступаем к третьей части видео, а именно добавляем в Steam профиль вот эту уже годноту. Залетаем себе в профиль и нажимаем иллюстрации. Дальше нажимаем здесь добавить иллюстрацию. Не из игры. Дальше на любое название выбираем файл. Сначала начнем с рамки 2. Открыть. Добавить иллюстрацию можно тоже любое написать. Для всех, естественно. И после чего снизу там надо поставить галочку и я подтверждаюсь, что являюсь автором этой иллюстрации. После чего именно в Google Chrome ни в какой другой, ни в каком другом браузере нажимаешь F12 дальше выбираешь консоль и вставляешь ту команду, которую я тебе оставлю в описании. После чего нажимаешь Enter и закрываешь через F12 консоли. После чего нажимаешь Сохранить. И буквально через пару секундочек она сохранится. Отлично. Готово. Теперь приступаем ко второй картинке. То же самое. Нажимаем профиль. Также потом иллюстрации. После иллюстрации загрузить иллюстрацию снова. Дальше не из игры. Снова любое абсолютно название. Выбираем файл уже рамка 1. Добавить описание любое. Установить видимость для всех. Право и авторство. И естественно я являюсь, подтверждаю сзади меня как вы видите. И после чего снова F12. Снова в консоли вставляешь. Нажимаешь Enter. F12. Закрываешь только в Google Chrome. И нажимаешь Сохранить. И теперь буквально через пару секунд у нас снова появляется эта картинка и говорит Окей, Серег. Все сработало. Теперь заходишь в профиль и Редактировать профиль. Дальше крутишь вниз фон профиля выставляешь естественно тот который ты тогда купил по которому ты в принципе работал. Ниже спускаешься тут витрины. После чего ты нажимаешь здесь карандашик и выбираешь то что тебе нужно. Так, мы выбираем вот примерно предпоследнюю. Точнее перепутал последнюю. Мы же делали все правильно сначала поочередно делали. Грамотно мы поступили. И после чего выбираешь также предпоследнюю. И вот у нас две иллюстрации заработало. Если у тебя витрины еще никогда не было как раз ты делаешь наоборот те самые движения. И что? Мы ждем немножечко времени все прогрузилось и теперь нажимаем сохранить. И заходим в профиль и смотрим что получилось. Вуаля! Давай я подальше поставлю чтобы было лучше видно. Слушай, посмотри как выглядит прикольно. Профиль сделан просто на коленочке специально перед тобой показывал все как это делается. Я уверен что у тебя тоже получится и получится даже круче у меня. Не забывай история в инстаграм покажи что у тебя получилось. Хэштег сайбербанана. Я по нему буду смотреть обязательно. Все, я с тобой прощаюсь. Участвую в этом розыгрыше дружище ты сам знаешь что делать в самом начале видео сказал ну и давай посмотри вот этот годный ролик для тебя старался там реально годнота давай сюда лайкусик и туда тоже пока-пока сайбербанана. Субтитры сделал DimaTorzok